Ростелеком на этой неделе собирается лишить своих абонентов возможности смотреть ТВК. Это, мягко говоря, странное решение федеральной компании, учитывая, что ТВК вещает более 26 лет и занимает лидирующие позиции в Красноярске. Почему государственный оператор связи пренебрежительно относится к своим клиентам и что делать нашим зрителям? В этой теме разбиралась Екатерина Лукашенко. Катя, что тебе удалось узнать? Оля, действительно, мы получили письмо от Ростелекома. В нем говорится, что компания намерена в одностороннем порядке расторгнуть договор и остановить вещание 30 сентября. Это значит, что Ростелеком уже с этой среды оставляет своих абонентов без сигнала ТВК. Здесь стоит рассказать, как вообще в современных условиях люди смотрят телевизор. Большинство жителей Красноярска делают это через кабель или приставку IPTV, а сигнал поставляют кабельные операторы. В городе больше 10 таких компаний. Это Орион, Телекома, Яртв, Игра, Сервис. Ростелеком же хоть и федеральная компания, но в Красноярске крупным кабельным оператором не является. Но для нас важен каждый зритель, поэтому решение Ростелекома лишить своих абонентов возможности смотреть ТВК нам кажется как минимум странным. Сообщение от Ростелекома пришло еще в июле. Все это время наши юристы пытались выяснить причину. Писали письма, звонили, но на вопросы, что происходит, в чем причина отключения, ответа так и не получили. Мы связались с руководителем пресс-службы компании, но оказалось, что спустя два месяца и они не в курсе, что происходит. Ох, вы думаете, я знаю? Конечно, нет. Так, сейчас думаю, как бы вступить правильно. Попробуйте написать письмо на адрес Ростелеком. Слушайте, я вам не отвечу, потому что я ваше письмо передал своим коллегам на нашу макорегиональную филиалу Сибирь. Поэтому это будет от них зависеть. Компания большая. Пока туда, пока сюда. Это же не быстро. В итоге ни на одно письмо по существу Ростелеком так и не ответил. Еще одна интересная деталь. Договор между Ростелекомом и ТВК был подписан этим летом. А спустя всего несколько недель в компании решают его расторгнуть и не могут объяснить причину. Обычно такие дела пытаются представить как спор хозяйствующих субъектов. В данном случае никакого спора нет. Они просто не объясняют свое решение. Нам неизвестно, почему в Ростелекоме приняли такое решение. Под давлением власти или в силу других обстоятельств. Но в любом случае это показывает наплевательское отношение к своим же клиентам, жителям Красноярска. К тому же это происходит не первый раз. Перед универсиадой Ростелеком также без объяснения причин прекратил трансляцию сразу всех красноярских телеканалов. Но благодаря давлению телезрителей, которые тогда звонили и требовали оставить местные каналы, Ростелеком все вернул. Сейчас, чтобы защитить интересы наших телезрителей, мы обратились в суд. Мы уверены, что сможем отстоять нашу позицию. Но понятно, что судебные разбирательства могут тянуться долго. Что же делать нашим зрителям сейчас, если Ростелеком в эту среду лишит своих абонентов сигнала ТВК? Во-первых, вы можете звонить на горячую линию Ростелекома и говорить, что хотите смотреть ТВК. Телефон горячей линии 8 800 100 08 00. И телефонный номер в Красноярске 8 962 223 52 70. Во-вторых, вы можете сменить кабельного оператора. И мы рекомендуем всем нашим телезрителям, которые являются клиентами Ростелекома, сделать это. В каждом доме сейчас есть по 2-3 компании, которые оказывают подобные услуги. При этом сейчас между ними большая конкуренция и цены практически у всех ниже, чем у Ростелекома. Вот только несколько кабельщиков, которые есть почти в каждом доме. Это Орион, Телекома, Яртв, Игра-сервис, Домру, Сибирские сети. Их телефоны вы видите сейчас на своих экранах. В-третьих, если у вас остались вопросы, вы можете звонить к нам в редакцию по телефонам, который вы все хорошо знаете. 200 00 65 и 265 45 00. Мы постараемся вам помочь и предоставить полную информацию. Мы считаем, что каждый красноярец имеет право смотреть то, что он хочет. Эта ситуация, к сожалению, в очередной раз показывает, что крупные федеральные сети безразлично относятся к интересам своих клиентов. Но у наших зрителей есть выбор – или добиться, чтобы Ростелеком включил ТВК, или поменять кабельного оператора.